Это остановки с кондиционерами, но они, кстати, расположены тоже с кондиционерами и с интернетом, и с телевизором, но с остановками, по-моему, что-то, мне кажется, тут никто особенно не кружит. Потому что мимо остановок носится вон в Феррари, да? Ламборджини, а вон она, она стоит, хотя у них тут написано, есть такой, они же дуют, как называется, дуют, ну то есть газуют, и тут очень много знаков, что это запрещено делать, но есть аташейхи, те, которые эти знаки и писали. Этот автобус стоит 200 с чем-то, да, 200 что-то, 70 долларов отдаешь, и... А вот на таком приезжают жители Поднебесной, на Хаммерах, они курсируют по городу и по набережной. Это набережная возле паруса, паренеку тому холодно, хотя мне реально очень тепло вообще, не просто тепло, оно просто, ну не пекло, но жарко. Смотрите, как он одет. Для него комфортная температура 50 градусов, еще молодец, он моет столик вот шваброй, который... А, ну полыни мы, ладно. А вот девчонки, это прожигательность жизни или они приехали в отпуск? Про отпуск это я сильно сомневаюсь. Они-то раз говорили профессионализм не пропьешь. Что они имели ввиду? В чем они профессионалки? Пляж возле Джумеры. И вот есть у нас любители поплавать в бассейнах. Во-первых, в бассейнах хлорка. Вот лично у меня аллергия на хлорку, сразу нос перестает дышать, потом в течение недели. Во-вторых, там естественно все как минимум могут плюнуть, да? Это я лично видел. И еще сами знаете, что может это поделать. Ну слава богу, погагать нельзя. Вот это вот реальная тема. Вот смотрите, ребята занимаются плаванием. Вот ради этого сюда можно приезжать. Один обогнал другого. Только вот в преддверии все-таки экспо, конечно, тут гремит, все стучит и все строится. Мне кажется, тут даже экспо не спасет, когда закончится. Тут все равно будет строиться, греметь, стучать. И это во всех районах, что удивительно. А это спасатели Малибу. Ух. 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 Ты 더 полезен. Ух. Ух. Юх. Тичт. Ух. Ух. Ура, вы спасены. Знаете весь пляж смотрелся. Правда он падает. Супер доска, я думаю электро. классная штука вот такую я хочу я думаю она транспортабельная машину все удобно то что влазит в автомобиль опять упала полиция бедит это парк возле пляжа вот видите умные пальмы пусть мне нравятся такие кактусы если честно мне они мучаются цветы эти разводят разводить и даже как-то совете разводить не надо и поливать не надо стильно смотрятся у нас на окошке вот такой растет так он бедный там растет мучается вот смотрите какой замечательный а этот вообще он вырос целое дерево еще и цветет так здорово кстати здесь под подают плоды такие кактусов что-то что-то мы их не попробовали что ли что-то мы их не попробовали кажется какой огромный он вырастает я даже не думал вот кстати слово опять поразит кстати да извините смог-то реальный мать анекдот про жарко хомса и доктора вактона он смог а он не смог но вообще это пыль и она тоже не есть хорошо для ваших легких от пустыни а это бассейн на крыше каждого не могу не снимать вот эксклюзивные отели грамм и сосер отель тоже в районе альбашера но сделан как лайнер реально читал комментарии сейчас на ю тубе да не води камерой ребята я не профессиональный не режиссер не монтажер я снимаю так как бог на душу положил поэтому нет то что ругаете меня правильно делать ругайте чем больше тем лучше как говорится бил бил как там я забыл пословица бил бил короче и все дурное выбил это за плохо до ругаются межнационально вот это розе но его не вмешиваюсь а стараюсь просто удалять не комментирую ничего это я не понимаю как может но понятно да мне кажется надо прощать если все верующие надо всех прощать хотя у меня это тоже с трудом получается но все равно я прощаю тем более мне уже за 50 мне уже деваться некуда сейчас не простишь всякая обида сразу превратится в болезнь это сто пятьдесят процентов поэтому всем рекомендую понятно у молодых энергии много но не всегда удивляет почему болеют молодые вот всегда меня удивляет я понимаю когда да в нашем возрасте но тут уже ясно не не избежать в принципе надо быть готовым каждую секунду но когда молодые не болеют я надеюсь что они национальной розни не участвовали вот молодец мы сегодня видели с электрическую такую доску ну супер мечта купить у меня не знаю сколько она стоит обязательно загуглю умное метро без водителя первый раз такой увидел в нью-йорке и был ошеломлён там ходит вагончик в нью-йорке и в аэропорту первый вагон ходит только золотыми картами мы поставим на входе у нас пока еще не расстреляли у нас серебряная потому что серебро дороже золото а как он мягко идет кстати резкий торможение точно не делает как любят с утромбовывать пассажиров а дубай марина это там все зеленое да или чё там что там интересного все мы тогда сейчас маленько прокатимся и потом тоже туда пойдем и что там кроме мостика ничего не знаете а чё ничего интересного здесь видели нет я третий а на пляж ездили уже фонтаны тоже в астане у нас или у вас тоже неплохие правильно понятно что это огромное не у нас вообще даже здорово а еще в метро здесь видите дворник вот это точно она был год назад дворник есть а вот дождей нету кемпинске даже в дистанции метро а как они бедные тут в принципе бесслышно не слышно ходят эти вагончики в общем дворник есть здесь мы живем наша гостиница мол эмире вот мы обучаемся в движению на метро пока едешь столько искал здесь миллион это называется дружба народов кстати а придумали вот этот вагончик для дружбы народов что-то не знаю я кто японцы или американцы даже если японцы то с подачи скорее всего американцев надо посмотреть все в гугле загуглите я сразу не что меня ругают там я сказал неправильно про саакашвили но это не я сказал это мне сказали местные жители в грузии когда я был сказал что дом это его потом ушло государство но что не горит таксисты местные и так далее я в той пересказал я точно не хотя да если ты говоришь ты должен отвечать свои слова может там пишет что за кашвили у него с собой только четыре костюма может и правда вот это красотища это в виде кактуса представляете или в виде кубка на буш калифу закрыл кто закрыл никто не закрыл буш калифу потом еще попробуем если будет время вечером прокатимся покажем не поскорю бы в свете на следующее чудо света а самая высокая башня в мире но все строится все строится не знаю как бедные в этой семизуточной гостинице живут люди там сегодня стучал какой-то трактор вообще как вешеный пегемот если мне это надоело жили миллиардеры кто там все живет и сказал фигуристы как его фамилия и гудин тадмянина живут в парусе поэтому я еще раз извиняюсь перед всеми кому не угодил если вожу как говорит возишь как иди вот и так далее единственное прошу не материться потому что все матершинные хотя сам бывает но но редко материться матершинные слова возвращаются к вам же обратно бумеранга и постарайтесь все помириться кто начинает реагировать там на какие-то провокационные комментарии я советую не реагировать больше не просто бывает интернета у меня нету когда я путешествую поэтому никогда удалять конечно так то стараюсь удалять там написано автор удаляете естественно удаляю но не все мои силы бывает за день 100 комментариев я их не успеваю просмотреть просто естественно все комментарии все еще межнациональную рознь с нецензурной бранью и так далее но извините как нибудь сами общайтесь между собой поэтому меня прошу еще раз извините вот эту красотища я даже сказал что в любом кстати вот видите смог-то реальный это не смог этого его что сегодня вообще конкретно дальше пыльная буря поэтому с экологией тоже здесь много кто ходит потому что почва сами понимаете здесь песочек конечно стараемся путешествовать только круизами так как нам интереснее вам покажем больше других стран всевозможных единственный огромный минус конечно что ешь сколько хочешь не на очень вкусная извините мы сегодня просто зашли в забегаловку в такую ну что типа дольца там есть такой корт фуд и вот мы зашли в забегаловку отдали 20 долларов ну как бы ни о чем и даже без фруктов если взять лайнер то там даже на 30 долларов умножьте разовый прием пищи это меню получается сотня в день плюс трансфер плюс то есть это фантастика не поэтому всем рекомендуем меня рассказал еще раз повторюсь наверно потому что девушка любительницы круизов у нее свое близко перащи или турбюро летели в кубу оттуда богам и еще 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 какие-то стола не буду марвать какие около трех получается государства остров государства и потом они прилетели в дубай и второй круиз получилось что на одного человека дубайский круизом стоил якобы 1060 на человека грубо грубо говоря может дешевле даже это со трансферами совсем с гостиницы один на одну ночь кубинский круиз 90 тысяч с перелетом а дубайский 60 тысяч перелетом но это из гилинджик они то есть гилинджик город соответственно где-то откуда ростов краснодар может через москву поэтому такой порядок цен мы естественно попали потому что организовывали все сами поэтому прежде чем с вами организовывать однозначно м с и крузис заходите смотрите уловите всякие бонусы и так далее и потом узнаете ваших кому доверяете турбюро в общем теперь мы выехали специально показать вам ночной дубай как он светится ночью при нас работала сигнализация на станции какая-то аварийная